привет youtube привет интернет ребята пиджи r4 очередная серия проходим карьеру давайте начинать один игрок и поехали так режим аркада режим готом и переходим следующая гонка у нас сегодня показывает календарь 1 сентября прям какой-то учебный год хотя сегодня еще на дворе у нас август но в игре уже 1 сентября ладно и что здесь нас ребята рейтинг эксперт у нас вместо 42 44 тысячи кудасов так куда мы с вами будем еще копить пока что нам рано еще туда рыпаться открытый чемпионат азии гонки по бессонному города вот это вот что-то интересное и кубок высоких ставок давайте все-таки начинать открытый чемпионат азии так уж и быть и снова нам говорят выбирайте новый автомобиль на чем мы с вами еще не гоняли вот стимгрейд шевроле карве gmc миура нами у миуру мы с вами вот эту выиграли я не помню в предыдущей серии да вроде бы это все такое у нас было форсиера косворт лянча дельта мы с вами тоже гоняли шевроле камара тоже вот альфа ромео блин давайте сегодня возьмем хотя здесь ускорение не очень таки большое максимальная скорость тоже не ошибка большая ладно читаем за нее в общем чем это у нас такое это у нас альфа ромео для средних и опытных гонщиков ss означает спринт sagato была создана только 1035 этих угловатых мощных спортивных автомобилей ограниченного производства и все за исключением одного выполнены в красной серой цветовой схеме единственный черный эссе был зарегистрирован для андреа загата из дизайн студии загата вот так вот поняли короче 1035 всего лишь у таких вот уникальных автомобилей нас на весь мир это очень круто вот 1989 заднеприводное авто ну ладно так уже быть ладно задний привод хоть я его и не сильно люблю в этой игре но тем не менее я думаю ну нужно попробовать дизайн вообще у нее очень классно ну поехали давайте ахромче немножко сделай а то я не слышу вообще игру 2 1 пуск давай 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 о смотрите как тут вообще шевроле карфель корвет его развернула давай 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 вы извините что у меня там это самое это меня пищат педали трасс мастеровские поэтому что есть то есть но ребят вы знаете управление легкая машинка вот даже не знаю я вроде бы вот поворачиваю поворачиваю и нам занять второе место но я думаю мы и первое сможем отхватить да ну-ка брызь братов первое место есть baby очень классно так ребят слева направо будем заезжать вы к сожалению не знаю как мне назад посматривать хотя вроде бы кнопочка y до а ну-ка не пока вот это что ли нет очень прикольно в управлении ребят тачка вот прям вот даже вот не ожидал парни очень офигенно вот даже вот я чувствую на руле хоть у меня руль сейчас без обратной связи имеется виду там это самое все равно я очень хорошо чувствую машинку блин альфа ромео дети обожаю так итоговое положение ваша позиция 1 ну естественно куда светом сколько-то там нам отвалили ребят ничего посмотрим повторчик повтор ну блин на ребят вот посмотрите очень офигенно сейчас даже заглянем очень офигенное управление вы посмотрите какой дизайн ребят игруха 2007 года это чтобы вы имели ввиду что это не просто я там балабулю там своим языком на все реально очень клево смотрите как здесь шевроле камара блин ну ребят дизайн офигенный правда конечно задок не очень таки хороший но в остальном парни ну класс очень офигенно ребят блин вот прям смотрите как машинка вообще все обходит максималочка не очень большая ну классно вообще какая знаете для своего времени это действительно дизайн был там вот бед ребят вообще неплохо очень классно хотелось бы конечно камеру немножко здесь вот поближе почему-то мне не дают такую возможности ну а так клево клево ставьте обязательно лайки ребят вот ну блин вот почему только черно-белая хочу цветную цветную чтобы это все было налюбоваться не могу вот действительно альфа ромео вот этот очень крутая у нас там три гоночки значит так для победы обгоните соперников но во всяком случае ребята на легкой сложности мне больше доставляет удовольствие конечно гонять не так потеешь тем более на руле немножко но непривычно но вот эта машинка блин ну как своя вот реально давай 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 кочегарим так шевроле камара смотрите как они тут стартует вот этот как это винтажно винтажный какой-то тарантас давай давай а вот здесь место 4 для победы надо первое вот это конечно немножко списка напряжней будет смотрим здесь вот и прям так давай ну камара мы сможем обогнать или нет эх не хватает мощности моей машине так вроде бы камара как-то обошел но остальных это ребята остальных очень сложно будет обойтись вот не знаю сейчас у меня на данный момент третье место я их все-таки на коня и понемногу но третье место это очень мало я не знаю сколько кубов у нас есть всего лишь на на этой трассе но ребят делаю что могу вот честно так есть винтажную гонку эту саму машину почти обогнал ну давай же ж ты ну подожди поднажми да ребят это конечно это очень плотная борьба смотрите винтажный тарантас но он меня тут делает как тузика так есть если ребята первое место вот теперь осталось мне только удержать эту позицию и все будет у нас хорошо у нас все идет час по кольцу вот поворот налево налево все время налево то есть это такая знаете кольцевая трасса сейчас мы с вами будем заезжать в туннель и того нам смотрите соперник сливает 28 сотых сотых даже не секунду ой ебай бей так еще и кудасом немножко мы смотрим на фарм вот ребят я не знаю боюсь я сейчас экспериментировать со своими кнопками я не знаю какая кнопка у меня отвечает за то чтобы посмотреть назад хотя нужно посмотреть назад но не знаю а вдруг я нажму ручные тормозы не обонят соперники что мне потом делать ребят это у нас только первый чемпионат у нас их там еще два то есть это у нас профессионал и эксперт ну там где профессионал и эксперт там конечно нужно машинку уже выбирать помощь не там уже какой-то лохотрон на четырех колесах точно уже не не стоит выбирать ребята даже не знаю наверное не будем мы смотреть повторчик этап этап 3 прорыв текущее положение сейчас мы занимаем ребята четвертую позицию на на этом этапе так прорыв пройдите четыре контрольные точки чтобы получить максимум куда замеса ну тут я так понял тут нужно с ручником нам работать до безконтрольные точки это с вами сможем пройдет ой как пищат мои педали вот ничего не могу ребят сделать я вроде бы пытался их как-то смазать но видимо вот это такое качество утра смазать так плюс 10 секунд ну кочегарю я в принципе неплохо так сбросить газок вот ооо а тут вот вот смотрите на этой трассе я еще не гонял не ну какая красота вот согласитесь 2007 года игра это ну понятное дело что это эксклюзив для xbox 360 то есть на компьютерах это не уходило но ребят посмотрите 30 кадров ну в то время 720p разрешение которая выдавала консоль в то время и как шикарно очень да это же просто вообще бомба так пройдите контрольных точек 4 и звук неплохой такой давай давай альфа-ромео я на тебя рассчитываю так и тут дождик у нас спустился и это самое ребят пройдите 7 точек для победы надо 5 но я уже 7 прошел это уже хорошо и дождик пустился но ребята даже погодные условия посмотрите насколько здесь удобно все это же просто замечательно так так эх так сможем до контрольной точки добраться здесь у нас уже еще 10 секунд давай 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 так вроде на точек у нас 9 из 5 походу я должен это самое так давай 10 точек мы с вами смогли проехать а скользит машинка видите погодные условия как-то влияют эх 4 секунды у нас остается до следующей контрольной точки не даем секунду все ну и что порадуйте меня так прорыв первая первая позиция ну хоть где-то что-то как-то вообще ребят вот знаете цель моя именно в этой игре не то что там знаете проверить свои там профессиональные навыки вождения они у меня и так неплохие а больше цель увидеть вообще то есть пройти карьеру показать вам что здесь в процессе карьере какие автомобили какие есть и достижения какие эти самые челленджи испытания и все такое вам же интересно если интересно ставьте лайк так ладно в общем так поздравляем сабзира вы победили открытый чемпионат в азии мелочица ух ты дождь челленджер прикольный чем-то мне напоминает вот этот прикупил недавно взык рю 2 такую же тачку с таким же раскрасом так ну все на нем мы с вами да победить в гонке ну хорошо поехали так один на один ох ну блин ребят ну тарантас просто вообще жесть ох жесть чувствуется что прям американ тасс сложно управлять ох конечно ты что вот чувствуется что машина весит наверное наверное тонны две американцы они вообще не любят большие машины это у них прям ох 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 давай 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 блин с газулька надо в поворотах поаккуратней короче не договорила американцы любят вот большие автомобили а с чем это связано вообще у них я вам немножко расскажу такую вот историю короче у них была такая эпоха детройта не знаю правильно ли я это назвал но ну в общем эпоха когда каждый американец мог себе позволить купить себе машину того или иного класса то есть у кого на сколько денег хватало но автомобили были настолько доступны что концерн форт решил построить несколько несколько заводов даже не только концерт форт а именно и другие производители американские в городе детройт начали открывать все заводы то есть это появлялась там и рабочие места для американцев и ну как бы нефти было очень много то есть обслуживание тоже недорогое и там вот как раз начали делать большие автомобили сначала как бы были такие общедоступные ну а потом такие знаете пожиратели бензина начали производить но как говорится недолго эта вся тема была некоторые крупные производители типа понтиак и тому подобное бренды типа закрывались ну как бы ликвидировались из-за небольшого спроса но некоторые модели вот такие как форт шевроле камара и прочие остались ну то есть такие вот маслкары которые можно на которых была очень большая мощность ну и сами они были такого большого габарита то есть пошло в моду в американцев делать большие машинки так есть ребята мы победили значит у нас в гараже теперь будет вот такая вот красавица завершить гонку нет ребят давайте посмотрим повтор вот блин сам обожаю маслкары но я смотрел ребята сколько человек вообще кушает топливо данный автомобиль а он съедает ребята не меньше двадцати литров на сто километров вы можете себе представить вы также разблокировали челлендж концепт отличная работа а вообще друзья давайте наверное на вот этой серии с вами и закончим закончим эту эту игру и перейдем уже на следующую часть уже которая выйдет у нас не через четыре или через пять это так опять и